всем привет с вами из студии черепашки рисовашки педагог марина и сегодня мы будем с вами рисовать не совсем обычную работу вот такой вот осень очень много декоративных техник будем использовать поэтому присоединяйтесь будем пробовать смотрите как у нас будет тут и техника трафарет и правополушарное рисование метод брызг и штамповки в общем все вместе поэтому подготавливайте листок а я обработала бумажным малярным скотчем у нас осень поэтому я открыла все цвета осени красный желтый оранжевый голубоватый коричневый нам понадобится потом нам понадобится губочка сегодня до большая кисть ну и как обычно несколько кистей для рисования приступаем смотрите мы сегодня будем использовать технику правополушарного рисования поэтому берем круглую кисть и начнем красочки должны быть немножко жидковатые да всю эту палитру я вот как бы вот буду использовать постарайтесь чтобы красочка быстро это сделать чтобы она похро оранжевый что еще может быть голубоватые наверху потому что сверху у нас небо подразумевается да вот какие-то шлифочки давать еще красненького снизу так коричневый пока нет ну и белый белый потому что нам тоже нужен белый чтобы у нас даже можно сказать много белого потому что должна получиться все-таки слегка выбеленная палитра так внизу добавлю оранжевого вот я вот натыкала да теперь берем большую кисть большую немножко смочила и теперь все это будем мы вот так вот так вот здесь внизу не хочу чуть-чуть еще смою так внизу мне не хватает немножко мазнуть чуть в белый чтобы было чуть посветлее ориентируемся да можно подправлять но в целом это получается эффект спонтанности смотрите какой фон у меня вышел думаю что у вас тоже получился красивый фон ну а пока у нас тут все сохнет я возьму губочку и сделаю облачко так ну облачко белым цветом и где-то вот так сверху верхней части у нас какие-то точки до белым и голубенькие темноватым потому что все таки у нас пойдет дождь то снизу или как у вас там выйдет вот такие у нас тучи так теперь я забыла сказать что я набрала листочков это самое важное я сходила и подготовила листочки вот с дерева прям сорвала вот разных много 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 выбирайте какой вам размер нужен как же я забыла да и мы сейчас будем делать оттиск но сейчас я выберу какой-то листик один можно поплотнее вот наверно такого размера достаточно одного или двух посмотрите мы его будем просто прикладывать внизу вот здесь приложили так берем теперь губочку и теперь цвет вокруг на у нас должен быть потемнее то есть коричневатым или поэтому мы фоне использовали белый а здесь мы будем использовать чистый цвет ну вот видите вот оранжевый и пошли вокруг нашего листика обойдем со всех сторон получился силуэтик так еще приложили вот сюда повыше так хочу потемнее еще коричневого добавила можно красного добавить со всех сторон обошли еще один уже более видно силуэти да еще сделаем тут ищите композицию интересную чтобы выше ниже дальше ближе так красным давайте красно-коричневый теперь сделаю и пошли со всех сторон обошли ведь я бы обхожусь одним листиком здесь у меня капля вышла ну давайте еще один оранжевый что ли так давайте я немножко другой возьму листок пошире вот здесь вот так наша капля можно одним листочком обойтись я собрала в группе несколько листиков и мне хватило на всю группу так вот желто оранжевым еще пройдусь поярче вот здесь у нас пятнышко вышло но ничего пусть она будет сейчас мы его как-нибудь да обыграем так сделали следующий этап берем самую тоненькую кисточку будем рисовать стволы теперь вот прям отсюда вот так палочки и вниз везде сделаем палочки пусть они будут немножко волнистые да вот такие вот а а теперь наверх вот такие вот веточки так так ну давайте это клякса тут у нас ну вот такие решения могут быть теперь будем тыкать листочки теперь берем желтый цвет и пошли 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 прошли желтеньким здесь фантазируем над листочками так можно не по всем желтой можно во всех использовать желтые листья и вот тут у нас это я затыкаю так возьму теперь оранжевый так здесь где-то немножко не обязательно все потому что много листочков у нас опала здесь вот я больше хочу обыграть эту мою кляксу так ну красненьких будем но давайте красненьких немножко и же и красный да так тыкаем 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 и теперь опавшие листочки живопись такая интересно опавшие листочки делаем вот так вот лежа до шли почки обратите внимание это важно листочки же лежат да поэтому красные желтые смотрим по тому цвету который получился у нас на нашей под деревьями больше листочков упавших так ну что смотрите какая живопись красивая теперь последние штрихи дождик и беленькие какие-то тоже светленькие еще сделаем акцентики вот так чуть-чуть сверху особенно да потому что многие листочки они не белые но они как бы свет отражают и так вот ну дождик 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 можно сделать косой вот как у меня тоненькой тоненькой возьмите тоненькой кисточкой и вот такие вот дождик осенью же идет дождь поэтому и точки у нас соответственно получается так всю работу в дождике делать не надо можно синим синенького добавить тоже будет красиво голубоватого а для тех для самых смелых можно еще немножко травки если желаете ну и так уже у нас хорошо здесь какая-то травушка у нас может быть красная оранжевая немножко можно даже грибочки посадить вот мне кажется очень красиво с детьми мы уже поэкспериментировали я вам расскажу посмотрите работы которые получились у моих шестилеток 5-6 лет группа рисовала очень понравилась техника и получились очень красивые работы заходите в телеграм-канал я параллельно сейчас выложу туда работы своих детей поэтому заодно и подписывайтесь там можно выкладывать свои видео если понравилось наше видео ставьте лайки нажимайте на колокольчик пишите комментарии приветствуется любая активность вся информация под видео вот смотрите как красиво у нас белая рамочка получилась наша черепашка я с вами прощаюсь до следующих работ пока пока